Вы на канале Digital Shaman, меня зовут Иван и я напоминаю о том, что на Озон вы можете спокойно купить сейчас ProKit 1 набор для чистки сенсора камеры с хорошей скидкой 1680 рублей. Также у нас в магазине вы найдете дополнительные расходные материалы для этого набора, а на сайте dishaman.ru уже в свободном доступе набор SmallKit 1 для чистки камеры. Также тут есть и другие комплектующие. 2470 F2.8, вторая версия, номер на борту, первичный осмотр. Имеется небольшое качание на барле передней линзы на 24 мм, делаем трансфокацию. Чуть-чуть побольше, чем есть, скорее всего есть небольшое отклонение. Видите, лшип на 24 мм. Теперь надо посмотреть, что по данным на бесконечность. Так, поглядим на бесконечность 70 мм и приближаем на максимум. Картинка не развалилась, детализация есть. Давайте сравним, например, это значение с еще одним объективом, который тоже настроен буквально недавно. А разницы-то особо пока и нет. Мы видим таблицу и углы. Сейчас я хочу показать, как эти углы все вместе будут рядом. Здесь я обрезал каждую получетверть и сделал калаш из четырех. Вот так выглядят углы. И в целом это говорит о том, что они не развалились. Есть только правый нижний угол. Как раз из-за небольшого качания на барле передней линзы он приобрел небольшую такую нерезкость. Чуть-чуть буквально можно видеть. Вот она. А так, в целом, картинка не развалилась. По работе апертуры на 24 мм залипания нет. Звук абсолютно ровный. Делаем тест фокацию. 70 мм. Звук абсолютно ровный. Ну и фактически задача сейчас следующая. Убрать качание на барле передней линзы. Разобрать объектив. Посмотреть, какой там шлейф. Заменить шлейф на более качественный. Потому что там стоит, как сказал заказчик, самый такой китайский дешевый фиговый. В общем, разбираем. Смотрим, в каком состоянии объектив после всех этих ремонтов. И далее делаем все как надо. Поехали! Начиная отсюда, сразу можно сказать следующее. Вот здесь мы видим отпечаток. Значит, дальше у нас будет все в отпечатках. Вот здесь мы видим вот такой коричневый шлейф. А это значит, что это самый дешевый китайский. Потому что у дорогих, у них белая эта часть. К сожалению, это тот самый случай, когда вместо того, чтобы использовать нормальный способ и разметить это каким-нибудь маркером, использовать варварские методы, используют на царапывание, на анодирование, так делать не стоит. Используйте маркер, его легко смыть. Также все здесь использовали, работали без перчаток. И все залапано. Все, абсолютно все залапано. Соответственно, мы сейчас все это разбираем. Нам необходимо, так, мы видим вот здесь качание. Вот здесь больше всего убитый колар. Здесь менее убитый. Здесь сильно убитый. Разбираем. Ставим метки. Потом смотрим, в каком состоянии находятся колары. Я боюсь представить, как их тогда извлекали, эти коларчики. Тут тоже имеется небольшой люк на задней линде. Можно увидеть это вот. Вот оно. Но, тоже не очень хорошо. Давайте разберем. И, конечно же, все это визуально осмотрим. Еще будет страшно, конечно, взглянуть на диафрагму. Потому что есть вероятность, что там перегретые контакты. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще, я сильно удивлен тому, что эта штука до сих пор работает. Почему? Да потому что вот этот момент... Вот здесь вот шейф вообще не приклеен. А он должен быть приклеен. Его решили просто не приклеивать. Да, пайка неплохая. Здесь, вот здесь, конечно, похуже. Мотор немножко не впаян. Местами не пропай. Но вот эта часть вообще не вклеена. Ну, вообще. Просто решили, что... Что можно даже не заморачиваться. Вы посмотрите, даже нет двухсторонней ленты нигде. Ни здесь, ни здесь. Удивительное явление. Первый раз такое вижу. И теперь вот этот шлейф мы меняем. Меняем его вот на такой. Это шлейфы, которые... Вот видите. Белая лента здесь. Белая часть вот здесь. Здесь белая лента. И, в общем-то, это очень качественные копии. У меня есть старый оригинальный шлейф. И сейчас покажу толщину. Его толщина 0,093. Ну, а это копия под оригинал. Здесь же стоял шлейф 0,72. И, в общем, это такой себе шлейф. Итак, все собрано. У нас спокойно двигается диафрагма. Здесь у нас находится датчик. У диафрагмы вот здесь находится ушко. И когда стартует камера, эта часть направляется сюда и разрывает у фотодатчика сигнал. И, соответственно, камера понимает, что он в стартовой позиции. Как только он разрывает, все у нас обнуляется диафрагма до изначального состояния. То есть до 2,8 для данного объектива. Прозвонка датчика осуществляется следующим образом. Здесь у нас находится катод. Здесь у нас находится анод. И, соответственно, это у нас фотоизлучатель. Здесь у нас находится фотоприемник. Соответственно, когда мы на фотоизлучатель подаем, например, с мультиметра в режиме прозвонки диода напряжения, открывается у нас диод, излучает прекрасное излучение и показывает напряжение, обратное напряжение падения на мультиметре 0,7 вольта. А этот у нас фотоприемник сразу же меняет свое сопротивление с 32 мега Ом до 0,5 мега Ом. И, соответственно, у нас все работает, как надо, система понимает, что все у нас работает верно и дает сигнал включить дальнейшую работу объектива. Здесь у нас находится шаговый мотор, сопротивление каждой катушки 24 Ома и, конечно же, все проверено. Теперь собираем этот узел. Абсолютно все в отпечатках, в грязи, в пыли. Это все необходимо убрать и положить заново смазку. И положить ее нужно совсем немного, только в те места, где геликоид касается другого геликоида. Тут тоже можно видеть, что все заляпанное, грязное. Это вот культура работы. И, соответственно, на данном этапе, что мы смотрим? Вот, ну что, у нас сейчас поставлены промежуточные колары и колары, которые устанавливаются на диафрагму. Закреплен шлейф и теперь мы смотрим на трансфокацию. Трансфокация от 24 до 50 примерно идет стабильно, нормально. И после есть небольшой, такой чуть-чуть более уплотненный ход. Связано это с нарушением геометрии вот этого стакана, который удерживается диафрагмой. Ну и, в общем-то, это вызвано, скорее всего, когда-то было падение. Также мы можем наблюдать вот в этих точках следы того самого падения. Хотя, видите, вот знаю, тут вскрытие было. Вот здесь царапины наставили. Может быть, и здесь царапины наставили. Но это наблюдается и на других местах. И вот здесь тоже. То есть, ну, как бы комплексно. Нарушение. Подобное нарушение только слегка тактильно ощущается. На картинку влиять вообще в принципе не должно. Поехали дальше. Это все замечается, только когда я его очень медленно так провожу, тогда я тактильно ощущаю разницу в нагрузке. Субтитры создавал DimaTorzok что ж, объектив полностью собран. По работе объектива на 24 мм. Движок пробегает от начала до конца без проблем. На 70 мм. Пролетает без проблем. Мануальная фокусировка. Никаких тормозов нету. На 24. Никаких тормозов нету. Закрываем апертуру на 22. Каждое нажатие соответствует одному закрытию. Делаем трансфокацию. И так, смотрим сюда. Видим, что на 24 мм. У нас качание самое минимальное. Это нужно для того, чтобы у нас ход был плавным. Если поставить Ecolaro 5.0.2, то у нас будет очень тугой ход. А у нас он не тугой. Он у нас имеет вообще в целом в одном месте неприятный момент. Но я вам говорил ранее. То есть до 50 он идет нормально. Видите? Одно натяжение после 50 чуть-чуть туже, чем надо. Это связано с небольшой деформацией барреля. Однако тактильно, если вы двигаете быстро, то вы это вряд ли заметите. То есть это вообще в целом ощущается только когда, не знаю, куча объектива в руках-то одного и того же плана передержишь и уже ощущаешь эти все моменты. Для значения 70 у нас вот такой небольшой люктик. Все у нас по картинке тут нормально. Я уже проверил. Сейчас перейдем к картинке. Анализ изображения на бесконечности на 70 мм на открытой диафрагме 2,8. При максимальном приближении я вижу, что изображение такое, какое должно быть для этого объектива. Оно чуть резче, чем на первой модели и детализация у него, конечно же, намного лучше. На этом моменте фиксируем значение по углам и оцениваем состояние этих углов. И для более детального понимания картинки собираем все четыре угла в один общий калаш. В результате получается вот такая картина. При приближении видно, что я здесь наложил их неправильно, но, однако, видно, что левый вверх, левый вниз, правый вниз, правый вверх. Картинка в круг собирается, картинка здесь резкая и углы не перекошены, что и нужно, в принципе, было проверить. Этот шлейф и колары я отправлю владельцу. И на этом видео подошло к концу. Не забывайте ставить пальцы вверх, писать комментарии, подписываться на канал. С вами был Иван, канал Digital Shaman. Всем пока!